Рабочая поездка в северную столицу председателя Российского исторического общества началась в Санкт-Петербургском институте истории РАН. В этих стенах состоялось торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся историку, крупнейшему специалисту по Великой Отечественной Валентину Ковальчуку. В годы войны Валентин Михайлович преподавал в Черноморском высшем военно-морском училище, а также нес службу в главном морском штабе, где совмещал оперативное дежурство с исследовательской работой. С 60-го года работал в Ленинградском отделении Института истории, где более чем за 30 лет прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделом современной истории России. Как настоящий историк, профессионал Валентин Михайлович говорил, что основа истории это факты. В свое время ему удалось убедительно доказать, что количество жертв ленинградской блокады, озвучиваемая в ту пору официально, едва ли не на треть меньше реальных цифр. Многие годы Ковальчук изучал малоисследованные темы истории блокады Ленинграда. Именно под его руководством вышел один из первых сборников документов о битве за город. 900 героических дней. Он находил время и просматривал учебники истории для старших классов. Более того, делал свои замечания и живо это обсуждал со своими коллегами в институте. И второе, не менее важное, он очень тяжело переживал за всю историю, связанную с воспитанием в школе, особенно военно-патриотическое воспитание, поскольку капитан первого ранга, то, значит, полковник, человек, который получил блестящее образование в Ленинградском государственном университете, человек преданной науке, он, конечно, держал в поле зрения все то, что происходит в общеобразовательной школе. В тот же день Сергей Нарышкин принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Мать Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. В годы блокады Пискаревское кладбище стало местом массовых захоронений. В 186 братских могилах из 6000 индивидуальных воинских захоронений покоится почти полмиллиона жителей Ленинграда, ставших жертвами голода, холода, болезней, бомбежек и артиллерийских обстрелов, а также 70 тысяч советских воинов, погибших при обороне. Ленинграда. Фигура матери Родины считается одним из символов скорби и памяти ленинградцев. На мемориальной стене за ее спиной высечены слова Ольги Бергольц. «Никто не забыт и ничто не забыто». Вечером, в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, был открыт мемориальный комплекс с мирным гражданам Советского Союза, ставшим жертвами геноцида в годы войны. На открытии в деревню Зайцево Гачинского района Ленинградской области специально приехал президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией. Нет. Их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Комплекс в память о жертвах нацистского геноцида возведен на территории, где в годы Великой Отечественной располагались многочисленные лагеря для военно-пленных. Кроме того, именно в Ленинградской области находился детский лагерь принудительного труда. С лета 1942 по ноябрь 1943 дети гибли там от непосильной работы и принудительной сдачи крови. Память о героизме победителей, их духовном подвиге будет храниться вечно. В том числе и здесь, в этом пронзительном образе матерей и детей Ленинграда, Хатыни, Бабьего Яра и десятков тысяч советских городов и сел, разрушенных и обезлюдивших. Для нас, белорусов, важно, что этот скорбный монумент будет хранить частичкой нашей израненной души память о трагедии нашего народа. С инициативой создания мемориального комплекса в декабре 2020 года выступили российское историческое и российское военно-историческое общество. Идея была поддержана президентом. Подвиг предков, почти 80 лет назад победивших гитлеровскую армию, заявив на открытии Сергей Нарышкин, обязывает вести борьбу с возрождением нацизма на территории Украины. Нашему народу нет нужды напоминать, что такое нацизм. Нацизм это горе, страдания и смерть. Нацизм это абсолютное зло. И вот именно из таких позиций нашей страной оценивалась та угроза, нависшая над мирными жителями Донбасса и всей Новороссии со стороны неонацистского киевского режима. И я хотел бы, чтобы все услышали, вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия на полпути не остановится. В память о жертвах нацистского геноцида на мемориале был зажжен вечный огонь. Служба информации фонда «История Отечества». «История Отечества»